привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана сегодня я покажу образы из одежды куплены в секунде это мои новинки выходные закупилась очень классными вещицами и первое что мне попалось это вот такой джемпирог в состоянии новой вещи в отличном состоянии отличного качества очень мне нравится вот такая вязка косы по всей по всему джемпирог в отличном состоянии манжеты воротничок все очень классно выглядят и по размеру мне он подошел состав у этого джемпирога тоже мне очень так сказать приглянулся потому что это катон 50 процентов и полиэстер 40 процентов очень хороший состав меня настораживают вещи из натуральной шерсти из натурального катона они проблематичны скажем в стирке но вот это состав очень хороший если видите тоже обращать внимание именно на такой вот состав джемпирог такой не совсем объемный хорошо сел и к этому образу я подобрала вот такую обувь это ботинки из натуральной кожи классика прям классическая форма лис бакер это очень дорогой магазин на сайте такие ботинки даже в не в новом виде стоимостью начинают от 30 долларов мне они достались в отличном состоянии нашу их уже по моему в третий сезон это не новинка это вещицы которые я по осени достаю периодически их тоже пересматриваю к этому образу решила подобрать такую бижутерию в таком оттенке идеально подходящим к этому джемпирогу это не помню как название камня и это комплект который мне подарили мои подруги из россии привезла их с собой этот комплекте и идеально вот к этому джемпирогу подходит такой нежный образ получился и очень приятен этот же пирог к телу в общем очень довольна напишите что вы думаете по этому поводу такой классический образ можно конечно взять сумочку мне кажется вот мелкая сумка суда сама прям и так и просится тоже сумку я это вам тоже показывала кстати брюки к этому образу я подала подобрала тоже это моя находка секунда прошлом видео показывали а сумка из натуральной кожи очень такая интересная на мой взгляд она винтажная потому что внутри за мочек так виде как их форме поцелуйчиков и вот такой образ но хочется конечно его оживить слишком он такой классический слишком он такой скучный я бы сказала я очень люблю использовать в образах палантины вот к этому образу решила применить вот такой палантин хотя вот оттенок немножко фиалкового цвета ярковатый палантин по моему это полиэстер стопроцентный но очень такой приятненький и расцветка яркая оживляет вот подобные скучные вещицы конечно палантины но это даже не палантин а такой как видео хомута палантин сшитый он очень удобен быстро его накинул и как говорится пошел но мне кажется стало немножко поинтереснее повеселее оттенки немножко не совпадает но мне кажется в этом даже есть сама изюминка есть разные вариации использования вот подобных вещей за палантинов тоже можно по-разному завязать но самые простые сейчас я вам показала вот первый обычный простой и можно сделать вот такой небольшой как бы развернутый я цветок что ли сейчас покажу тоже расправить это же очень быстро обратить внимание по двери у меня сережа сидит в этот раз почему-то он решил там посидеть и вы видите его только хвостика я поняла ему понравились вот эти жилеты которые я в дальнейшем покажу ну вот как то так можно завязать оформить вот этот палантин и уже тоже вполне себе такой и нарядный вид и потеплее все-таки стал кстати джемпирог очень тепленький попробовала также оживите этот джемпирог вот таким же летом тоже показывала по моему не показывала я вам его это тоже находка из секунда массимо отличного качества и необычный принт у этой жилетки и тоже она тепленькая искусственный мех и то что привлекает в этом жилете это конечно такой скандинавский принт и пошив очень интересен вот этот белая каемочка на тоже так немножко оживляет но трикотаж по поводу шерсть не шерсть не могу сказать попыталась найти состав так по моему вот просмотрела через камеру более так сказать видно но по моему это полиэстер стопроцентный на мой взгляд вещица классная взяла потому что понравилась сама вот эта принтованная ткань и в состоянии он был в отличном но единственные моменты которым тоже следует вам сказать это то что он оказался немножко мне маловат но я все-таки в надежде на то что когда-нибудь похудею не избавляюсь от этого жилета очень мне он нравится очень комфортный но сейчас вы заметите что вот именно он как бы не застегивается то есть там в принципе не предполагается застежки вполне можно и вот в таком открытом виде его носить попробовала как-то подобрать к этому образу бижутерии у меня очень много бижутерии современные винтажные антикварные кому интересна эта тема зайдите на мой канал винтаж ксана оксана годвин и там все свои винтажные антикварные украшения я показываю так что тоже с удовольствием буду вас приветствовать и на том моем канале также у меня есть канал по уходу за собой можете зайти на него оксана оксана канал называется к этому образу подобрала вот такие бусы интересные тоже в таком немножко этническом стиле и классика стеклянные бусины и гроздь вот такая типа виноградная гроздь к этому украшению подобрала серьги тоже черные по форме как говорится висячие тоже такие напоминают но кстати вот это вот украшение она повторяет форму горловины если вы сомневаетесь в выборе какое украшение выбрать ориентируйтесь именно на форму горловины и старайтесь украшение подбирать тоже также взяла вот такую сумочку клатч бисерную и образ получился даже можно сказать вечерний вполне нарядный показываю вам как с помощью простых украшений каких-то дополнительных деталей сделать образ более интересным и мне кажется вот именно сочетание вот черные волосы и темный цвет волос вот украшение и брюки и обувь все это хорошо собирает образ вот если использовать именно с жилетом то думаю вот эти бусы больше подходят так сказать этнический такой стиль хотя они не повторяют форму горловины но мне кажется очень хорошо оживляют освежают и немножко вот эту форму смягчают мне кажется вот эти бусы с жилетом хорошо сочетаются тоже напишите пожалуйста свое мнение свое впечатление давайте обсудим этот образ в комментариях хочется также поменять все поменяла все обувь поменяла джинсы поменяла жилет образ получился вот такой как он вам давайте детально все это разберем кстати жилет можно и вот таким образом застегивается на булавку на какую-то брошку жилет этот мне достался в новом виде он был с этикеткой с бирочкой цена его было от 40 долларов магазине мне он достался за 2 доллара очень мягкий очень комфортно конечно это все искусственно искусственная замша и тоже в таком стиле интересном мне очень тоже такой стиль приятен интересная отделка то есть видите просто срез и обработка просто швом и никаких там подворотов но он такой интересненький есть карманы полноценные глубокие но кстати вот этот жилет я всего лишь один раз надела и думаю что в этой осенью буду его также использовать есть у меня такого же оттенка и сумка кстати сейчас вспомнила что у меня есть точно такого же цвета сумка но я думаю что все равно он как бы все равно как-то акцент какой-то должен быть сумку тоже в секунде покупала от fossil натуральная кожа на на такая тоже классная и функциональная сейчас вижу что серьги я оставила думаю их надо поменять подобрала вот такое колье к этому жилету это разные оттенки металла по стилю очень хорошо подходят мне кажется в такой этнический немножко стиль да и хорошо с этим жилетом сочетается но есть несколько вариантов сейчас покажу вам несколько вариантов вот такое колье тоже это это не хендмейд это винтажное украшение листья такой-то грубый такой стиль можно конечно использовать и вот такую длинную цепочку мне кажется по стилю вот этот вариант больше подходят и по стилю и как я уже сказала если повторяет украшение форма форму выреза то это вот самый и идеальный такой вариант и украшением под такой длинные удлиненные они мне кажется образ такой делают более стройнят фигуру вот с помощью таких простых трюков можно это все как бы поправить попробовала к этому образу также используют такие часы браслет за счет того что ремешок у этих часов по оттенку тоже совпадает с жилетом и постелю дает немножко вот такой как бы гламура немножко вот такой перламутрово коричневый даже сказала рыжий браслет на часах он делает образ немножко таким гламурным что ли также можно поменять разные сумки покажу близко обувь обувь тоже куплено в секунде отличные ботинки ботильоны в тоже в таком ковбойском стиле это типа как казаки удлинен такой носочек счастливый бренд лайки бренд бренд называется компания тоже не из дешевых нашла их в новом состоянии и вообще-то вижу что здесь вот немножко отгрызну я даже знаю кто это сделал потому что ботинки был прям в новом состоянии были отличная замшевая кожа очень красивый цвет такого выпиленного молочного цвета прошитые качество просто великолепная классическая форма носика думаю что к этому вот образу к этим джинсам хорошо подходит они очень удобные комфортные единственное мило что они они светлые и сляпотную погоду их конечно не надевать лучше конечно серьги в этом образе вообще никак не вписываются стоит их поменять я сейчас стою перед комодом открыла ящик там огромное количество сережек разного стиля разного цвета попробовала приложить вот такие светлые мне кажется хорошо подходят они крупные и они не белые а именно такого молочного цвета как раз переходный оттенок от белого к коричневому думаю хорошо соединяет есть тоже вот такие винтажные серьги но это эмаль эмаль идеально по цвету подходят к цвету жилета думаю тоже хорошо и по стилю тоже эти серьги сюда хорошо вписываются на вариантов как говорится очень много попробовала вот такие длинные серьги красивые нравятся но потому что вот жилет вернее бороду жилета такой объемный лучше всего вот такие длинные серьги не наносить не надевать если у вас вот такого плана активный ворот мне кажется вот эти серьги идеально к этому образу подходит это сочетание молочные эмали и такой светло-бирюзовый цвет голубой хорошо сочетается с цветом джемпер очка и соединяет с цветом воротника жилета и с обувью думаю образ получился хороший следующие вещицу которую я тоже в этот раз нашла и это вот такой куртка-пиджак но она такая классная она очень приятная не знаю что это за компания но очень рада что я все-таки его забрала сомневалась магазине смог брать или не брать но стоит цена была приятная пом 2 доллара и почему бы не взять даже рискуя чем-то беру вещи без примера честно говоря очень интересная обработка мне нравится вот эта имитация ручной и обработки ручной строчки и по всей длине по городу вот таким образом обработка выполнена он такой мягкий единственное скажем в чем была моя мое опасение что если бы это была натуральная шерсть то в стирке ее конечно можно было бы потерять а так как состав очень такой приятный это 50 к тонн 40 процентов полиэстер и 5 процентов по моему шелка в общем если не рассмотрел неправильно сказал тоже не будьте так строги с джинсами мне кажется выглядит просто классно поменяла обувь на черную светлая здесь бы выглядела слишком вычурно сомневаюсь также по выбору обуви есть у меня вот такие черные замшевые ботильоны но мне кажется они слишком как бы вот этот этнический стиль я бы даже сказала скандинавский то тоже такой print мне кажется с этой обувью не сочетается сюда хочется что-то именно вот такое классическое вот я думаю что вот эти ботинки сюда хорошо ну больше подходят лучше я их сейчас ношу активно покупала их по моему в прошлом сезоне вам их показывала и использую довольно часто часто классическая форма типа казаки такой каблук комфортный удобная колодка очень и они очень универсальные а папка многим образом они подходят достались они тоже в новом состоянии стоили долю копейки совсем даже не помню сколько все вещи показывают после стирки рада что этот жакет не сел так как могла бы сесть именно шерстяная вещица я однажды тоже испортила вещь постирать стиральной машине но и джинсы которые в этот раз я купила вот такая компания искала я именно джинсы трубы низкие не расширенные к низу но как правило здесь вот есть состав и есть спандекс по моему потому что они эластичные подобрала к этим джинсом вот такой ремень из натуральной кожи такой прессованная кожа несколько ремней у меня таких есть и я всегда покупаю ремни не пропускаю надо не надо вижу что если новое что натуральное то обязательно беру ножи джинсы такие классические прям не сказать что они прям трубы трубы слегка суженные но все-таки прямые джинсы и они как я уже сказала эластичные то есть они немножко тянутся у кого есть проблемы с фигурой конечно обращать внимание именно вот на такой состав материала жесткие какие-то плотные ткани мне не подходят на самом деле надо чтобы все так плотненько облегала вот такие классные джинсы попались в этом образе они тоже хорошо работают подобрала к этому жакету синюю футболку прям в тон в тон думаю что какая-то мелкая сумка сюда не вписывается есть у меня черная крупная сумка но она в другой комнате не стала я тратить время заморачиваться решила взять вот такую сумку мне кажется тоже неплохой выбор это сумка из натуральный замши по фактуре с обувью они совпадают по нейтральному оттенку тоже с этим жакетиком хорошо тоже работают и мои дорогие что касается украшений к этому образу можно подобрать и вот такое не коллеги который подчеркивает горловину на футболке но хочется что-то более интересное мне кажется вот это вот желтая акцентная она слишком по контрасту слишком не вписывается здесь у на же на жакете пуговица белый металл и мне захотелось что то чтобы было гармонично попробовал взять вот такое колье по форме совпадают но взяла идеально подходящие к этому образу вот такое колье это колье от next то есть это бижутерия из магазина с одеждой тоже она у меня много лет уже меня сопровождает привезла с собой из россии 10 лет назад и по моему пять лет назад в общем в моих руках она 15 лет попробовала к этому колье взять подобрать серьги вспомнил что у меня вот в такой мелкой шкатулочки с клоузаной есть вот такие серьги пуссеты с марказитами и идеально вот эти марказиты по цвету совпадают вот с теми кристалликами которые есть на самом колье то есть незаметные такие мелкие но они очень сверкают в общем заметить их на солнце просто на раз-два но вот такие образы сегодня получились всех люблю целую обнимаемся мира добра и красоты с вами была оксана всем всего хорошего пока пока